В 2005 году украинский футбол был изумлен сенсацией, голы в высшей лиге стал забивать 17-летний нападающий Алексей Чичиков, который сразу же побил клубный рекорд Полтавской Ворсклы. Все полномочия по контракту Чичиков делегировал отцу, и тот решил, что для Алексея даже Динамо Киев это не уровень. Нужно ехать в Россию, по совпадению в это время Ворскла не могла платить зарплату игрокам, поэтому Чичиков с тремя голами в багаже просто покинул базу команды. Спустя полгода простоя юридических споров, Алексей присоединился к московскому локомотиву, проблема возникла моментально, в Лока сменился тренер, украинец ехал к Юрию Семину, а приехал к Славалюбу Муслину. Но серб разрешил Чичику утренироваться в основе, а затем и вовсе выпустил его в старте на Кубок России. Матч прошел триумфально, к 23-й минуте нападающий заработал 2 пенальти и мог забить сам. После этого восстановились все основные форварды, так что больше Алексей не сыграл за Лока ни минуты. Дела в дубле пошли еще хуже, за 18 матчей всего 1 гол. Юному таланту не помогла даже аренда в Украину, где Днепр оценил уровень Чичикова в два выхода на замену. Так от былой карьеры не осталось и следа, только 50 тысяч долларов подъемных от Лока.